Всем привет, мои дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем видео мы вместе с вами будем создавать вместе поэтапно этот макияж при помощи огромного количества новой косметики. Не так давно я вернулась из отпуска, где, конечно же, у меня был косметический шоппинг. И скажу вам честно, я приобрела много новой интересной косметики. Большая часть из средств, которые я буду сегодня показывать, к сожалению, не представлена на данный момент в России, но также обязательно будут средства, которые продаются у нас. Либо я всегда говорю о том, что, возможно, кто-то из вас планирует поездку в те страны, где есть эти бренды. Либо вы, как и я, любите пользоваться услугами байеров косметических, поэтому все средства в любом случае, так или иначе, можно будет заказать при желании. Ну и цель данного ролика просто показать вам еще один классный мейк. Возможно, вы возьмете для себя какие-то фишки. Ну и, конечно же, поделиться своим впечатлением о том или ином средстве. Поэтому обязательно не переключайтесь и продолжайте смотреть. Начнем мы с новинки, которую я приобрела в Куа-Лумпуре. И это консилер от бренда Косос. Я думаю, что если вы бьюти-любители, то, возможно, вы уже встречали этот популярный консилер на просторах интернета, потому что зарубежные блогеры просто его обожают. И какой-то период я у всех видела только этот консилер. Не знаю, это была рекламная акция или действительно он так многим полюбился, но, конечно же, такой большой интерес вокруг этого продукта вызвал и мой интерес. Поэтому я решила его приобрести и попробовать. В общем, производитель заявляет, что это подсвечивающий увлажняющий консилер с хорошей кроющей способностью. Здесь у меня оттенок 5-3-С. У них, кстати, хочу сказать, огромная палитра оттенков. Когда я выбирала, я даже немного сомневалась в том, какой цвет мне нужен. Поэтому я взяла два. Растушевываю я кисточкой Эдуарда от бренда Лены Ясенкова. Если что, у меня сегодня тончайший тон от Chanel для Бештин. Пока я загорелая, я, честно вам скажу, тон использую прям в минимальном количестве. Но консилер все равно очень люблю и уважаю. Конечно же, я его уже попробовала и хочу сказать, что мне этот консилер тоже очень полюбился. Он легко растушевывается. В моей зоне вокруг глаз он не скатывается. Хочу сказать, что по поводу того, как лежит консилер в течение дня, это все очень индивидуально. Если он мне не скатывается, это абсолютно не значит, что он не скатывается у вас. Поэтому я всегда хочу предупредить вас о том, что вы, конечно, можете ориентироваться на мнение бьюти-блогера, визажиста, человека, да, которого вы смотрите, но все равно окончательное решение о покупке вы всегда принимаете самостоятельно. Прыщечек тут у меня вот небольшой. Тоже подскрыли, перекрыли. Перекрывает хорошо. Его не видно, он не выглядит плотно. Мне кажется, что даже визуально он рассеивает мелкие морщинки, за что, конечно же, я ему ставлю огромный плюс. Друзья, как вы могли заметить, этот год у меня наполнен на различные путешествия и пресс-туры. Если в рабочих поездках я могу ни о чем не переживать и полностью расслабиться, то в недавнем, достаточно длительном путешествии вместе с мужем у нас резко стал вопрос о выборе жилья на время отпуска. Больше двух недель мы провели на Бали. Это место, куда мы просто обожаем возвращаться вновь и вновь. Но по-настоящему насладиться отдыхом нам удалось благодаря классным отелям и сервису МТС Тревел, где, собственно, мы их и забронировали. Самое приятное, что при бронировании отеля на МТС Тревел ты получаешь кэшбэк 25% без ограничений по сумме. И можешь использовать его на отель уже при планировании следующей поездки. А это значит, что можно позволить себе путешествовать чаще. Но и это еще не все. У меня для вас есть специальный промокод «Богданович» на скидку в 20% на первое бронирование отеля на МТС Тревел. Поэтому переходите по ссылке в описании под этим видео и скорее выбирайте, куда отправиться в свою следующую поездку. Путешествуйте чаще вместе с МТС Тревел. Быстро оформим брови. У нас будет не новинка, но любимый карандаш от РАД. Завершающий этап в работе с бровями — это, конечно же, гель для бровей. И хочу вам сразу показать два геля для бровей от Pussy. Я вам рассказывала, что вот этот классический гель для бровей я очень долгое время не пробовала. Но когда у бренда вышла обновленная версия, я решила его протестировать. И своим отзывом я делилась в запрещенной социальной сети, где вы можете посмотреть ролик. Этот гель для бровей был со мной в косметичке на протяжении последнего месяца. И действительно, моя рука к нему постоянно тянется. Также я, конечно же, попробовала. Не удержалась, потому что просто все вокруг говорят об этом геле. Его классическую версию. И хочу сказать, что она меня тоже не разочаровала. Гель отлично фиксирует. Он реально очень качественно держит волоски на протяжении целого дня. Здесь очень маленькая щеточка, которая подхватывает абсолютно каждый волосок. Укладывается в том направлении, в котором вам необходимо. То есть, если вы любите эффект таких, знаете, соболиных бровей, пушистых, то при помощи этого геля можно легко создать и такой эффект. Я же люблю чуть более натуральный, классический эффект. Поэтому не зачесываю сильно наверх, оставляя в таком естественном направлении все волоски. Ну и что касается вот этой обновленной версии, то она тоже прекрасная. Здесь немного отличается щеточка. Что мне нравится, что этот гель также не оставляет никаких следов белого налета на волосках, что зачастую бывает в работе с другими гелями. И еще одно средство от бренда Pussy, про которое я вам уже рассказывала. Наверное, на протяжении последнего года, так или иначе, эта волшебная вода мелькала в моих социальных сетях. И вы видели даже в моем осеннем видео «Золотого яблока», где я покупала эту воду для того, чтобы вместе с вами ее протестировать. И уже говорила о том, что мне очень нравится этот спрей-автозагар. Потому что у него, во-первых, очень мягкое распыление, во-вторых, он придает коже естественный, очень красивый, натуральный эффект загара. И что для меня важно, его спокойно можно наслаивать и не бояться, что вы покроетесь какими-то пятнами. Для равномерного эффекта я рекомендую вам распределять его на расстоянии примерно 30 сантиметров от лица. Таким равномерным слоем, буквально 2-3 пшика, этого будет достаточно. У него очень приятная отдушка, которая абсолютно не раздражает. Ну и все-таки загар — это то, что, как мне кажется, нас очень освежает. И вы знаете, даже когда кожа загорелая, лично мне, как я уже сказала, меньше хочется краситься, меньше хочется наносить какой-то декоративной, плотной косметики. Поэтому, если вы летом еще не успели загореть, или вы, в принципе, не любите загорать, но любите при этом эффект загорелой кожи, то я считаю, что вот эта вот волшебная вода от бренда Pussy — настоящий must-have. Ну и, конечно же, ссылки как на гель, так и на волшебную воду от бренда Pussy вы сможете найти в описании под этим видео. Мы с вами продолжаем тестировать новинки, и здесь у меня есть вот такое чудо-средство от бренда Drunk Elephant. Пьяный слон, да, вам не показалось. В общем, на самом деле, я скупила все продукты из этой линейки, потому что мне очень понравился этот жидкий бронзер. Потом мне прислали жидкий хайлайтер на пробу, и когда я была в Куала-Лумпуре, там прекрасная сифора, если будете, обязательно заглядывайте, я купила вот такие капли румяна. В общем, это средство мультифункциональное. Вы знаете, я такое очень люблю. И опять-таки, если вы не хотите плотно краситься летом, вы можете нанести этот жидкий бронзер, смешать его предварительно с вашим увлажняющим уходовым кремом, уже получите более ровный, такой более свежий вид лица. Если вы любите кремовые хайлайтеры, то этот вам тоже понравится, потому что он очень живой, полупрозрачный, не сушащий, не скатывающийся. А эти румяна — это вообще отдельный вид восторга. Давайте мы с вами именно их сегодня протестируем. Как мне кажется, кстати, это удобный формат. То есть вы выдавливаете определенное количество продукта, и дальше это средство обладает таким очень красивым жемчужно-розовым оттенком. Я бы даже сказала, что с примесью персикового. И я его вот так вот наношу. Немного добавим на глаза, немного на спинку носа. И теперь остатки мы просто вот такими аппликативными движениями растушуем кистью. Мы получаем очень легкий полупрозрачный подсвечивающий эффект. То есть это не румяна-румяна, которые обладают сверхоплотной пигментацией, да, яркой. Это такие очень полупрозрачные подсвечивающие продукты, которые дают супер-фреш, супер-натурель эффект. Мне кажется, это красиво. Конечно, для яркости. Во-первых, можете наслоить какие-то сухие продукты, либо добавить еще, да, в один слой это средство. Но все равно нужно понимать, что все-таки текстура полупрозрачная. И здесь мы получаем именно вот эффект этого рассеивания света. Благодаря этому кожа наша выглядит более ровной, более такой подсвеченной, более упругой даже. Я это ценю всегда в средствах декоративной косметики. Предлагаете дальше. И сейчас я слегка пройдусь пудрой. Это не новинка, но то, что у меня сейчас под рукой. Бренд Epsilon Loran. All Ours. Боже, как я ее люблю. Она убирает лишний блеск. Мы прошлись по этой зоне, зафиксировали наш тон, кремовую коррекцию, которую мы делали. И сейчас роскошь на грани разорения. Наша с вами любимая рубрика. Я знаю, что на самом деле большой процент моей аудитории очень любит мои видео, где показывают какие-то люксовые новинки. Даже те, которые, к сожалению, сейчас не представлены у нас в России, но которые вы можете, например, заказать через байеров. Либо же, если вы планируете поездку в те страны, где есть эти бренды, то наверняка вы захотите зайти, попробовать и посмотреть. И задуматься, возможно, о покупке. А посмотрев мой обзор, вы уже будете понимать, что ожидать от средства. Здесь у нас летняя палетка от бренда Chanel, которая называется La Beige Healthy Glow Sun Kissed Powder. Название уже прекрасное, название мне нравится. Эта палетка представлена в нескольких оттенках. Вот в Duty Free и в магазинах, где я была, я видела только две либо три версии, но на сайте версии этих палеток больше. Поэтому обязательно зайдите и посмотрите, если вы планируете провести себе данное средство. Я же взяла себе палетку в оттенке Medium Core. Здесь у нас идет хайлайтер, бронзер и румяна. Я, как вы знаете, люблю палетки для лица, когда в одном средстве, в одной упаковке сразу несколько продуктов. Начнем мы с вами с хайлайтера. Он у нас тут обладает таким золотистым оттенком. И что мне понравилось, что он действительно очень-очень натураль. То есть вот даже сейчас через камеру, я думаю, вам видно, что получается эффект такой вот слегка влажный, слегка как будто бы вот после солнышка кожа. И я попробовала впервые это средство как раз-таки после солнца, вечером собиралась на ужин в отпуске. И боже, как это было красиво. Но это и сейчас красиво. Но вот именно оттенок Medium Core я бы рекомендовала тем, у кого теплый оттенок кожи, у кого загорелый оттенок кожи. Ну потому что это очень выглядит дорого. Это выглядит очень красиво. То есть частички суперделикатные, очень мелкодисперсные. Они не выглядят как-то пошло. Можно наслоить. Ну вы посмотрите на это. Ну вот это люкс. Это красиво. Теперь берем бронзер. Конечно же, когда вы из такой палетки набираете продукт, вы так или иначе все равно смешиваете несколько средств между собой. Вот. Посмотрите, пожалуйста, тоже какой красивый натуральный бронзер. То есть в нем нет никакой лишней рыжины. Он абсолютно, кстати, сам по себе матовый. Но благодаря тому, что здесь рядом идет такой красивый хайлайтер, мы опять-таки с вами получаем эффект два в одном. Ну и завершающий этап нашего тестирования этой палетки, конечно же, румяна. Тут такой очень красивый коралловый оттенок. Собственно, как и называется эта палетка. И текстуры у Chanel очень полупрозрачные. То есть если сравнивать эти сухие текстуры, например, с палеткой Hourglass, то Hourglass более пигментированная, более яркая, более, возможно, выразительная. Но здесь средства отлично наслаиваются. И поэтому можно получить любой эффект, который необходим именно вам в плане яркости. Ну а мы с вами двигаемся дальше. И дальше у нас будет нанесение кремовых теней. Пришла мне недавно рассылка от бренда Beauty Drugs с их тинтами, тенями для глаз. Честно скажу, что я бы вот в первую очередь обратила внимание на оттенок 03. Потому что здесь у нас очень красивый матовый оттенок. И, в принципе, матовых тинтов для глаз, российских брендов, ну, не так много красивых, достойных. А вот этот оттенок мне очень приглянулся. Поэтому мы с вами его сейчас уже нанесли. Большой объем, большой аппликатор. Достаточно удобно. У меня, кстати, вот такой новенький чехольчик появился для кисти. Оказалось очень удобно. Если говорить именно про формат набора кисточек для себя, то вот сюда, в принципе, влазит столько, вот сколько необходимо для такого быстрого самостоятельного макияжа. Бренд, если что, Papuk Beauty. Надеюсь, что я правильно произнесла. Так, давайте растушуем, посмотрим, как тушуются это средство. Ну, я думала, что он еще схватится и не сдвинется с места. А нет. Нормально. Растушевали. Вот. Красивый глубокий цвет. Немножко такой, знаете, таупово-сливовый. Что-то похожее было в бренде Saint Laurent. И поэтому я такую гамму люблю. А далее у нас с вами новая палетка теней от бренда Burberry. Да, в бренде Burberry есть декоративная линейка косметики. Тени я у них никогда не пробовала. И эти я решила привезти после того, как увидела их у Сердара Камбарова, когда мы были в Шанхае в поездке. Он их приобрел для работы. Я посмотрела на то, какие у них красивые палетки. И тоже, конечно же, захотела себе в коллекцию. Купила я себе палетку в оттенке 03 Blush Beige. Здесь видно, да, что все те оттенки, которые я очень люблю и часто использую. Здесь у нас идет два матовых оттенка. Это персиковый и коричневый. И два шиммерных. Розовый и такой бургунди. Начнем с персикового, потому что такие оттенки я обожаю летом наносить даже просто в соло-формате на все подвижное веко. Они очень освежают, классно сочетаются с цветом кожи. У них как будто бы даже есть мелкое какое-то сияние изнутри. Теперь набираем оттенок бургунди. Пройдемся немного карандашом вдоль ресничного края. И сейчас давайте добавим темные оттенки из палетки в зону как раз-таки нашего карандаша. Ну и передадим нашим зеленым глазам еще больше зелени и добавим немного оттенка бургунди на нижнее веко вдоль ресничного края. И каплю самого светлого вот этого розового оттенка я добавлю прямо на центр подвижного века. Такого легчайшего блика. Ну, хочу сказать, что текстуры прямо максимально такие, знаете, люксовые, очень мысленистые, приятные, легко набираются. Не осыпаются, но что касается темных оттенков, конечно, не стоит ждать какой-то тут сверх пигментации с первого прикосновения. Все-таки, если мы говорим про тени из люксегмента, это всегда про шелковистость, про деликатность и про наслоение, если вам это требуется. Тушь, 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 тушь. Новая любимая тушь у меня не появилась, поэтому Volume Etalon от Vivienne Sabo снова с нами, как говорится. В завершении у нас с вами остаются только губы. И здесь я хотела бы вам показать помаду, которую я не так давно для себя открыла от бренда Clorance, номер 789, она называется Mucca Nude. Я полюбила ее, если честно, наносить вообще везде, как я это люблю, и румяна, и глаза, немного на носик, и, конечно же, на губы. Сегодня я хочу вам показать помаду именно в качестве контура. И у нее такой коричневато-теплый батон. Мне кажется, что вот летом он прямо супер актуально будет. Я растушевываю тут же пальчиком, чтобы не было никаких плотных линий ярких. Текстура у помады Clorance всегда очень комфортная, и поэтому она, знаете, прям невесомая. А в центр я бы хотела добавить вот такой вот блеск. Это новинка от бренда DIVAGE, называется продукт Butter Gloss, оттенок номер 01 Salty Caramel. Название уже очень красивое. Отдушка, кстати, тоже достаточно приятная, вроде бы нейтральная, но что-то такое сладенькое ощущается. И добавляю на центр. Много продукта не люблю, поэтому просто растушевываю пальчиком. Мне кажется, красивый эффект получился. Вроде бы как бы и губы нудовые, в то же время выразительные, вроде бы и сияющие, но в то же время не сильно. В общем, смешали, как обычно, получили красивый результат. Поэтому макияж — это всегда про настроение, про эксперименты. Забудьте, если вам кто-то говорит, что есть какие-то правила, что вам не идут какие-то оттенки. В первую очередь ориентируйтесь всегда на свое настроение, на то, чтобы вы хотели подчеркнуть, возможно, либо чтобы хотели на себе увидеть. И поэтому ни в чем себя не ограничивайте. Ну что ж, а на этом наше видео с новинками косметики подходит к концу. Действительно, огромное количество новых косметических средств вышло к лету. И это еще далеко не все, что у меня есть. Поэтому я думаю, в ближайшее время таких роликов будет больше. И обязательно будут другие ценовые сегменты и бренды, которые в большей степени представлены в России. Потому что, конечно же, сейчас я вернулась после отпуска и решила вам показать то, что я приобрела как раз-таки в поездке. Большинство брендов, которые я приобрела, конечно же, сейчас у нас не представлены в стране. Но мне очень хочется их попробовать, очень хочется протестировать, очень хочется показать вам. И я надеюсь, что такое видео для вас было полезным. Буду, конечно же, очень благодарна вашей поддержке в виде пальца вверх. Не забывайте подписываться на мои другие социальные сети, потому что там обзоры на какие-то новинки выходят намного быстрее, нежели на ютюбе. Ну и, конечно же, пишите, какие у вас произошли косметические новинки в комментариях. Я думаю, что нам всем будет очень интересно посмотреть и понять, на что стоит обратить внимание в этом летнем сезоне. Ну а я вам всем желаю прекрасного настроения. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok